всем привет сейчас к нам кто-нибудь подключится и мы сразу поймем что нас уже слышат и видят здравствуйте здравствуйте всем так ну я надеюсь нас уже видят и нам кто-нибудь махнет рукой а пока я поздороваюсь со всеми с вами кто сегодня решил провести с нами немножко времени может просто кто-то посмотрит в записи значит девчонки напишите нам что-нибудь слышно видно то немножко непонятно так ну что сегодня у нас а вот все здравствуйте спасибо большое валентина все теперь я увидела что если и слышно видно спасибо большое если вдруг какие-то вопросы будут возникать вы как раз таки напишите а я буду подсматривать и марина написала нам все супер все слава богу значит девчонки всем привет значит я сейчас свет немножечко по-другому сделаем вот так наверное лучше будет значит то ну что значит закончились праздники да ну как закончились может у нас всегда праздник в душе 8 марта всех с праздником а то я не выходила в прямой эфир перед праздником вот поэтому всех с праздником с наступившим всем весны доброты красоты любви с вами на связи город ростов-на-дону школа екатерина мирошниченко и я инструктор школы екатерины наталья коклюгина значит мы сегодня в течение часика этого ближайшего до поговорим опять же про быстрые дизайны про новые материалы из которых можно делать быстрые дизайны и значит ну и сделаем естественно парочку да какие-нибудь из них всем привет всем здрасте вот и поэтому как бы попробуем сейчас мы сначала сделать а как всегда маленький обзор а потом это если кому-то интересная вот вариантики сделала вот в таком каменном таком стиле видно вот как бы очень часто такие варианты делают варианты в которых знаете не нужно думать самое главное просто технически выполнить как бы подобрать гель по которому потечет гель-лак да и значит подобрать какие-то цвета и можно в принципе в любом другом цвете сделать вот например у меня в персиковом есть можно в каком-нибудь голубеньком сделать или в сиреневеньком мы посмотрим сейчас здравствуйте татьяна владимировна глаза подделать здравствуйте так значит что мы возьмем сегодня в работу что мы возьмем в работу ну во первых хочу напомнить о том что совсем совсем недавно вышли вышел новый набор гель-лаков значит ну сразу скажу у нас конечно же много скептиков до всяких разных как бы в жизни есть встречаются люди которым все нравится и встречаются людям которым ничего не нравится вот но выше головы не прыгнешь ниже другого места не сядешь дело в том что как бы 7 цветов у радуги и вот все равно цвета повторяются и желтенькие красные розовые голубенькие зелененькие так далее меняется только оттеночек меняется плотность цвета меняется пигментик поярче потускнее там и так далее вот и значит вот этот набор который вышел совсем недавно там не помню перелетная птичка таком переводится 8 оттенков весны 8 оттенков лета можно сказать и весны это как раз таки цвета которые конечно же шикарно подойдут к весеннему периоду шикарно подойдут периоду лета и значит цвета у нас получается 468 шикарный розовый 460 попытаюсь выложить быстренько чтобы показать может быть кто-то еще не знает может уже знают все просто напомню вам 468 469 470 солнышко вот такое красивая яркая мартовская так 70 номер потеряла из вида 70 71 вот с таким большим количеством шиммера блесточек так 72 зеленый красивый такой яркий цвет 73 голубой принципе которому сейчас наверное посвятим наше времечко так 74 и 475 вот в принципе как бы гель-лаки из которых мы сегодня как бы которыми мы сегодня и может быть даже еще не только сегодня но еще впереди как бы вся весна вся лето я думаю что мы еще неоднократно будем возвращаться к этому набору потому что красивые яркие позитивные как бы ничего не могу сказать правильно 468 номера по 475 вот значит набор гель-лаков значит каждый набор входит такие наклеечки да наверно тоже кто уже купил гель-лаки знает мы тут все прикалываемся приклеиваем на телефон и так я пока вот это в сторону уберу такие вот красивые штучки-дрючки они входят набор там их несколько штук и как бы можно взять и наклеить на телефончик но естественно есть тоже как обезьяна за всеми повторила потому что но очень прикольно смотрится на чехле здорово так теперь значит вышли новые декорации так сейчас я быстренько достану те которые мы представляли в прошлый раз это был нелкруст 5d изысканность такие вот белые выпуклые цветочки видите нелкруст так номер 44 на всякий случай вдруг тут еще себе не купил прикольный ну будем тоже делать с ними варианты так вот такой вот вариант полет фантазии номер 128 слайдер цветочки бабочки очень красиво эти композиции никак руки не доходят сделать с ними что-нибудь значит 127 индивидуальность такие красивые неоновые отпечатки видео ты сердечек квадратов кружочков овальчиков очень тоже прикольно интересный вариант так сердечки вот такие вот любящие сердца номер сто двадцать пять нелдресс неоновые это красивый и вот этот вариант начать нелдресса с которым мы прошлый прямой эфир проводили 124 восток я несколько вариантов всяких делала вот это на эту тему и практически полностью израсходовала пока готовилась очень зашел этот вариант такой знаете немножко не забиты и не заезжены очень интересный такой вот с иероглифами птичками кувшинками но очень классно но прям сильно мне прям понравилось с ним делать варианты дизайна вот и вышли еще новые значит это получается нежная посла нежное послание ну я на сегодняшний день как бы акцент на вот этом варианте сделал уж больше не тоже вот розочки такие интересные и вот этими со вставочками золотые прикольно смотрятся значит еще раз повторю это 133 нежное послание и мы будем использовать их в работе видите вот они розочки такие уж прямо не нежные нежные тонкие звонкие прикольные варианты так дальше совсем совсем лето-лето ананасы банановая республика 131 нейл дресс здесь вот авокадики здесь вот ананасики бананчики и так далее прикольный вариант так дальше цветочная тема вальс цветов можно приклеивать прям целыми кусками можно каждый цветочек в отдельности но можно и прямо целый как бы на весь ноготок на половину ноготочка не обязательно отдельно каждый цеплять то есть как бы очень даже прикольно смотрится так теперь вот такой вот вариант со всякими разными игрушечками мишками балалайками сапогами и так далее 130 яркая жизнь тоже со вставками золота тоже прикольные эти капельки золотые классно смотрится можно конечно же посидеть повырезать но я так думаю что тут лучше целиком цветовая гавна такая в радужном переходе классно смотрится так и такая морская тема абстракции морская тема абстракции бесконечность вот и вот это вот абстракция бесконечность да правильно прочитала бесконечность да аж проверила 129 номерный адреса такие знаете мне на первый момент показалось что-то типа какие-то морские такие чудовища морские какие-то животные на самом деле они очень похожи так вот прям имитируют ската какого-то там да или там это рыбку какую-то но прикольно просто использовать как фон а с помощью пластины для стемпинга отпечатывать например на фоне вот такой вот абстрактного варианта то есть как бы вот этих вот сочетаний цветов серо-голубых бирюзовых отпечатывать просто например рыбок сверху прикольно получается точно да похоже вот как на дельфинов на китов хотя на самом деле я когда взяла в руки бы увидела да никаких нет ни дельфинов ни китов просто имитация так не подскажете когда будет в продаже новые неоновые лаки для стемпинга слушайте я думаю что они уже появились видела лаки на прямом эфире с екатерина николаевна очень красивые цвета да 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 дельфины юра со мной согласна так по поводу появления неоновых лаков до стемпинга валентин проверьте мне кажется что они появились потому что реклама прошла даже в instagram то есть как бы я думаю что они уже есть в наличии так что надо просто проверить там где вы покупаете так ну морскую тему я тоже думаю что еще все впереди поэтому как бы это так обзорно иллюзорно короче мы теперь увидели с вами что какие новые варианты и так появились и так еще раз повторюсь так 129 вот такие вот морские до бесконечность 130 яркая жизнь 131 очень прикольное название банановая республика банановая республика прикольно то есть на фон можно на любой они имеют вот эти все слайдеры они сделаны на основе белого как бы и получается что даже на темных оттенках будет прекрасно видно классно и на черном в цвете и на белом цвете прикольно так 131 банановая республика и 132 сейчас так 133 вот такой вот 133 нежное послание да с розами будем делать здрасте здрасте так ну и в принципе все все остальные прошлый раз мы тоже с вами демонстрировали так хорошо теперь напомню вам о том что вышли новые пластины для стемпинга их всего три штуки я принципе прошлом город мы с вами как бы смотрели значит получается так как я не там по цвету 15 16 и 17 номера и так 15 магия природы листочки цветочки есть вот мне понравилось я еще прошлый раз говорила что тут есть такие крупные цветочки которые можно раскрасить то есть набрать на подушечку и раскрасить с помощью лаков для стемпинга сделать цветочки цветными не буду доставать так значит получается магия природы номер 15 номер 16 вдохновение вот такие разные узоры не знаю мой фаворит всегда вот эти надписи мне очень нравится но мы с вами сегодня там возьмем например вот такой какой-то абстрактный вариант рисунка и вот тут прикольные дырки сетка но это конечно морская тема хоть тут есть и цветочки монстера но и тем не менее океани к номер 17 и так пластина 15 при магия природы пластина 16 вдохновение и пластина 17 океани к океани к вот три пластины сейчас мы конечно же например возьмем и 1 обязательно задействуем хочу какой-нибудь там орнамент на задний план сделать прикольно просто получается так теперь принципе теперь все все это есть значит ну начнем и потихонечку с того что давайте посмотрим я сделал два разных варианта опять же здесь мы с градиента можем сделать какой-нибудь вариант а здесь мы можем допустим по про по мокрому да так скажем вариант вот такие каменные да то есть как бы как камни получается марина анисимова здравствуйте парень в краску не вгоняй так видела лакин прямом эфир так мы все ответили очень красивые цвета да да добрый день все это я просто глаза подняла девчат бегло посмотрела что написали мало ли вдруг что нибудь спросили а все-таки я забыл один элдрес озвучить 132 гляньте мне так сбоку и остался лежать цветочки эти ну уже все как бы все остальные цвета обсудили так ну что потихонечку поедем значит мы с вами сейчас сделаем как бы вариант из градиентом и вариант сделаем вот с таким вот до переходом цвета я думаю что в принципе всем будет интересно единственное что может быть я просто в другом цвете до в каком-нибудь делаю чтобы было понятно так ну что в основу конечно же мы возьмем с вами какой-нибудь гирлак который будет нам ну имитировать натуральный цвет ноготочка это например будет 151 гирлак самому любимый гирлак из из скажите коллекции это свадебная коллекция до гирлака помните такая была не знаю самый красивый цвет никаких других цветов не надо просто он нам очень сильно будет имитировать именно натуральный цвет как будто база то есть как будто мы смоделировали ноготочек базой сделали укрепление или моделирование или выравнивание как хотите это обзовите например ну как бы не особо важно важно просто что мне нужна какая-то все равно основа так теперь 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 надо придумать с каким цветом сделать но я вот делал с персиковым цветом да с голубеньким ну давайте какой-нибудь не знаю там может быть сиреневенький а может быть может быть зелененький или голубом продолжить дайте голубом продолжим так значит что мне сейчас нужно будет мне обязательно нужно будет какая-нибудь палитра очка палитра очка сейчас мы и протрем так и возьмем как раз таки гирлаки до которые нам сейчас потребуется так я естественно дополняю в работу белый как обычно я думаю что белый лак всегда у всех есть белый гель-лак до имеется в виду давайте вот так вот полосочку сделаем небольшой нам же на один ноготочек полосочку белого гель-лака так полосочку голубенького давайте полосочку черного гель-лака да на самом деле как бы это не принципиально важно как бы в каком порядке но и тем не менее черный гель-лак и давайте добавим какие-нибудь блестки кстати здесь в этом наборе в новом гель-лаком перелетная птичка есть гель-лак который 471 он как раз таки с большим количеством шиммера идет давайте мы вот немножко немножко сейчас кое-где не хочу особо кисточку пачкать но вот эти вот блики прикольно будет потом смотреться вот такое где мы сейчас она все равно все это смешается намешается так и какой-нибудь тонкой кисточкой девчат любой тонкой кисточкой можно даже апельсиновой палочкой аккуратненько в одну сторону в другую сторону почаще до желательно вот таким образом полоса тогда такое получается так потребуется на кисточка для градиента для градиента и мы будем выполнять с вами работу по мокрому так ну что какую часть ноготочка мы закроем мы можем с вами закрыть нижнюю часть ноготочка в нижней части видите камень верхней части допустим можем пополам разделить но мне от больше нравится в нижней части объясню почему потому что все-таки это выполняется работа по мокрому то есть по непросушенному топу и получается что если мало ли переборщить с количеством гель-лаков то могут знаете потечь вот гель-лак туда кутикулик в ростом поэтому надо все очень аккуратненько делать на свободном краешке здесь легче убрать все излишки там и так далее поэтому в принципе мы сейчас на типсах то можем сделать любой стороны но мне больше нравится такой вариант когда идет какое-то сочетание там разных цветов именно в нижней части но мы давайте сделаем все-таки в верхней то если вы не против так просто будет конечно же проще так ну что значит это у нас готова на задний план уходим так и мы с вами берем работу слайдер топ правильно мы будем работать по мокрому слайдер топу может быть вы работаете по другому какому-то гель-лаку по которому хорошо растекаются до другие цвета гель-лаков но мы как бы в основном все это делаем именно по слайдер топа он у нас знаете как рабочая лошадка получается слайдер топ наносим тонким тонким слоем очень тоненько аккуратненько прямо на просушенную базу правильно же то есть мы все подготовили базы ноготь смоделировали укрепили и вот таким вот образом на просушенную базу мы не будем растягивать на весь ноготочек вот я до серединочки да грубо говоря можно вообще обойтись только там одной третьей части ногтей пластины так ну и теперь мы аккуратненько вот так вот как на лопаточку поддеваем поддеваем все эти полосочки мы потом естественно добавим свет так ну и потихоньку начинаем придумывать себе какие-нибудь интересные узоры вот так развернулся мы можем потом естественно все это дорисовать от руки кисточкой так еще разочек возьму прикольно получилось так еще чуть-чуть и совсем вот тут вот чуть-чуть добавим остальное предлагаю дотянуть тонкой кисточкой дабы не испачкать там допустим валики в рост и там и так далее красочку мы возьмем конечно же со стекляшки где-то можно добавить парочку капель капель там более темного оттенка гель-лака до выравниваем границу и вот таким образом можно вот где-нибудь так вот чуть светлее парочку линии мне нравится сюда что-нибудь так подотягивать да да придумывать так просушиваем будет более сложно выглядеть просушиваем а пока сохнет наш первый вариант давайте мы пока сделаем градиент для второго варианта так ну я что я сделаю предлагаю значит но персиковый цвет мы возьмем 469 до говорят что он будет самый модный сезон сейчас начался весна-лето здравствуйте здравствуйте девчонки так я оторвалась бы думала мало ли вдруг вопроса есть так продолжаем значит на просушенную базу мы с вами наносим верхний цвет гель-лака я прошлом прямом эфире говорила что именно гель-лаки из этого набора очень хорошо смешиваются между собой и очень легко делать получается градиент то есть если мы говорим про дизайн одного ноготочка допустим да то есть все ноготочки можно покрыть например персиковым цветом 469 или например голубым 473 вот она одном пальчике например взять и сделать градиент и прикрепить какой-нибудь до весеннюю картинку благо что у нас компания ими очень много всяких декораций выпускает и всегда очень в тему всегда очень сказать что соответственно времени не году да то есть как бы цветы весной рыбы летом то есть все впереди все это готовится к сезону поэтому сказать что прям большое количество выпускают декорации да нет я не скажу принципе все очень в количество сдержанное то есть я считаю что парочку вариантов из четырех предложенных последних я думаю как бы каждый мастер себе может купить это не так дорого и потом вот использовать знаете от корки до корки но можно использовать если например там следить за всякими разными там мастер-классами да и катя проводит и девчонки проводят и в инстаграм и контакт и не знаю где там еще на всяких разных платформах на ютюбе да все это выкладывается и конечно же нужно не забывать о том что всегда каждому сезону выходит новый дайджест в котором представляется ну вы ну как бы реклама идет конечно же новых материалов прошу прощения отвлеклась много-много вариантов дизайнов вот в дайджести да допустим вот вышел новый дайджест смотрите какая красивая мулатка шоколадка значит это у нас весна-лето 2024 года ну конечно же как бы такой путеводитель да то есть по материалам которые выходят в этом сезоне весна-лето ну и естественно как это можно все в жизнь воплотить ну естественно как бы реклама очень красивые такие виды самое удивительное что когда девчонки делают эти дайджесты настолько думаешь уже господи все придумано оно нет они еще и еще и еще придумывают так значит вот смотрите в скором будущем виды выйдут шармикончики вот с рыбками с черепашками может какие милые кстати если честно я даже не видела вот сейчас увидела прикольно что-то как-то мне на глаза не попадалось я почему-то все время с конца начинала смотреть ну и как раз таки здесь очень много вариантов кстати я сейчас вот поднимаю глаза татьяна пишет наталья можете показать какой-нибудь нежный вариант со слайдером вальс цветов и вот открыла я сразу сюда смотрите вот вальс цветов получается до 132 и есть тут вот вариант допустим да как бы можно было бы сделать здесь помощью стемплинга да есть помните у нас этот мультипл гель на которой хорошо отпечатывается фольга его используют техники стемпинг на заднем плане фольга отпечатана именно на отпечаток с помощью геля мультипл я его в прямом эфире называл мультипли мне больше нравится он такой более мультяшный вот видите и вот например вставочки вот с этими цветочками на самом деле можно просто вырезать прям вот размером с ноготь и приклеить на любой цвет из этого набора будет красиво смотреться и и желтый как знать как ситис будет и желтый ситис мелкий цветочек желтый ситис голубой сетис мелкий цветочек и так далее прикольно будет на любой цвет просто прикрепить ну и вот как конкретно значит цвета которые представлены в новом наборе гель лаков и вот как раз таки они в дайджесте видите как бы все и представлены очень хорошо раскладочка и чем хороши дайджест и большим количеством разных предложений что можно сделать из тех декораций которые выходят значит по сезонам вот весной вот такие вот варианты есть мастер-класс с описанием пожалуйста есть мы это видео вид фотографии до ногтей как это будет выглядеть есть всевозможные с точным описанием что употребляли в пищу чуть не сказала какие декорации какими на материалы с помощью каких материалов делали тот или иной дизайн ну и самое интересное есть qr-коды к по которой можно пройти и увидеть живые мастер-классы и так далее то есть каждые полгода выходит такой дайджест девчат по моему стоимость вам 350 рублей делов но зато целая куча идей видно на всю весну и на все лето вот так все возвращаемся сюда здесь мы просто добавляем цвет да но мы хотели в голубом цвете сделать поэтому я и предлагаю да слушайте получилось что-то такое еще и по цвет перчаток прям морское морское что-то но на самом деле мы можем сделать это в любом цвете я просто не хотела повторяться с персиком так все это дело просушиваем просушиваем а здесь пока делаем градиент второй слой и так 469 гирлак из нового набора перелетная птичка наносим и 473 дата как бы хочется вообще на самом деле все цвета использовать все и сразу знаете все лучшее сразу как положено в ростове-на-дону все дорого все лучшее сразу дорого-богато вот так хочется все цвета конечно сразу из набора использовать но это немножко нереально вот и потом муторно все равно сидите слушать одно по одному одно по одному ну а что сделаешь если такой формат существует и мы конечно как и всем как и многие как бы пользуемся таким форматом для того чтобы поделиться для того чтобы помочь найти какие-то решения дизайна до с помощью материалов которые выпускает компания так все видите прикольно получается но на самом деле с голубым цветом розовый красиво был бы голубый желтенький голубый красиво и сиреневый и так далее так ну что теперь значит однозначно видели да по мокрому мы с вами все это дело сделали в принципе слой получился не толстый сейчас смотрю принципе нормально может быть кто-то к нам только что присоединился я просто готовилась прямом эфиру и делала это в персиковом цвете сейчас вот сделала в голубом на самом деле как бы мой классно будет вообще можно в принципе на планшет в класс сделать со всеми цветами из набора это будет принципе прикольно смотреться в разных частях сделать такие вставки так ну что давайте разделим на две части то нога ногтевую пластину то есть получается мне нужно взять какой-нибудь шарми кончик в виде полосочки это может быть золотая полосочка это может быть черная полосочка сейчас я просто судорожно ищу себя рядом в коробочке а вот все нашла положила рядом а еще где-то вчерашний день еще короче самые мои любимые шармиконы золотые линии черные линии и так далее так ну что значит если я хочу прикрепить шармикон всегда советуем это делать на топ без остаточной липкости в нашем случае это топ тэклас топ тэклас топ тэклас это глянцевый топ без липкого слоя покрываем можно конечно нести только туда куда хочу прикрепить но у меня тут полосочка будет все таки по горизонтали лежит знаете как бы чтобы не расширять много чисто зрительно да не у него когда ноготь смоделирован когда начинаешь еще еще на бока добавлять естественно немножко такая форма да как бы теряется вот поэтому не будем этого делать так но мы градиент сделали в принципе очень простой способ смешали серединку и протянули сверху вниз да то есть как бы ничего сверх естественного так а здесь мы по мокрому смешивали цвета прямо на поверхности ногтевой пластины так давайте допустим вот так сделаем как раз таки по горизонтали полоску не будем сильно широкую чтобы чисто зрительно ногтевая пластина не сильно расширялась такой прям потоньше убираем все лишнее стараемся делать так чтобы любая полосочка на ногтевой пластине и чат было как бы на микро миллиметр короче чем ноготочек и неважно около в ростов это происходит или на свободном краешке то есть абсолютно неважно ну и сюда конечно же остается добавить какую-нибудь красивую картинку я уже говорила я сегодня посвятила время вот видите вот этим розочкам которые номер 133 нежное касание очень много тут розочек и на самом деле как бы у меня уже сама по себе фон очень довольно таки сложно выглядит правильно поэтому если прикреплять сюда то совсем минимальная какой-нибудь цветочек ну и мне очень нравится когда это например цветочек вот ими с надписью видно прикольно смотрится вот эти цветочки тоже классно но и все опять начинается знаете вот была бы одна картинка и никто бы не мучился а когда вот их опять вот целая куча вот сидишь и мучаешься господи шоу же прикрепить что же прикрепить так давайте вот с этими цветочками прикреплю что получше видно было так вырезаем слайдер тут еще раз бросано по всему слайдеру многочисленное количество одиночных розочек надо это самое попробовать с ними тоже что-нибудь придумать так а пока я ковыряюсь перчатках где-то у меня была влажная салфеточка сейчас секундочку вот она коробочка рояль в кустах так мокрая салфетка в коробке у меня просто лежит положила слайдер естественно прикрепляем на слайдер топ если слайдер топа нету то тогда можно воспользоваться базой вот нужно мазнуть чуть-чуть только туда куда прикрепим но я конечно же по центру прикреплю так совсем-совсем тонкий слой просушил буквально 15 секундочек потом досушу недостающее время вот и значит сейчас пока сушится возьмем слайдер подниму пока голову так подняла голову так гель мультипл нигде не могу купить напрямую из ростова спасибо вам большое на самом деле можно просто в интернет-магазине заказать и все купила мульти гель стемпинг не получается сделать надежда очень важно время просушки вот вы этот гель который клей мы вы даже его позиционирует екатерина николаевна как гель клей гель клей у него шикарная дисперсия очень важно значит подготовить поверхность очень обязательно надо цветное покрытие просушить и перекрыть топом без остаточной липкости и даже можно немножко забавить бафиком вытираете обезжиривателем потом гель клей мультипл наносите нас на пластину до для техники стемпинг убираете излишки легкий на даже можно не то что легкий накат можно даже немножечко так медленно надавить на подушечку поднять и отпечатать раз-два то есть даже не накатом а просто вот поставить раз-два на поверхность и и просушить вы знаете вот я уже в прямых эфирах говорилось что я вообще была как бы ну уверена что она сушится минуту потом не сказали что можно быстрее я начала пробовать 30 секунд а на последних эфирах мы вообще сушили с вами 5 5-10 секунд и все и фольга шикарно отпечатывается попробуйте самое важное понимаете подготовить пластину ногтевую чтобы вот была работа четкая аккуратная без всяких там прекрас чтобы у вас фольга отпечатывалась только на рисунок который вы переносите с помощью подушечки для стемпинга да так ну вот мы с вами сюда естественно буковки вниз цветочек посередине и получается прямо смотрите как прикольно даже несмотря на то что цветочек розовый будет сочетаться классно с любыми цветами подсушиваем подсушиваем и конечно же перекрываем топом но прежде чем перекрыть топом нужно обязательно вспомнить про то что слайдеры это приводные картинки которые размачиваются воде и они имеет это пленка да грубо говоря это пленка и пленка не имеет остаточной липкости поэтому обязательно нужно ультрабон для того чтобы наготочек перекрыть получается все нанесли ультрабонт на воздухе высыхает одну-две минуты и после этого закрываем топом. Девчат, ну топ может быть абсолютно любым. То есть, это может быть матовый топ, это может быть глянцевый топ. Это любой топ, которым вы работаете. Ну, а я возьму сейчас пока ультрашайн. Я его очень сильно люблю. Ну, топ с блесточками в данном случае не вижу смысла наносить. Уж и так очень много, да? Казалось бы, делали 2 секунды, но успели понаворотить. Поэтому перекрываем топом без остаточной липкости. В нашем случае вот сейчас я перекрываю ультрашайном. Может быть, у вас какой-то другой топ. Слушайте, прикольно в голубом цвете. Не знаю, мне очень нравится. А еще мне нравится делать дизайны, в которых думать особо не надо. Самое главное не забыть техническую цель, техническую мысль, да? То есть, как бы чисто технически, как это выполнить, чтобы потекло, растеклось там и так далее. Например, вот по слайдер топу у нас все шикарно течет, а вот знаете, а по Т-классу вообще не растекается. По слайдер топу течет любой гель-лак, смешав его с капелькой базы, а по Т-классу нет. И даже по базе не так течет. Классно, как по слайдер топу. Ну, а мы с вами делаем вариант какой-нибудь из вариантов нижний, да? Вот такие вот, например, варианты. Итак, мы для этого сделали с вами градиент из персикового цвета 469 номера 473. Да, и все это из одного набора. Прикольно смотрится сочетание. Мне очень нравится, необычно. Так, и мы с вами давайте возьмем какую-нибудь пластину для стемпинга. А то что, похвастаться-похвастались, что они у нас есть. Причем, знаете, можно какую-нибудь графику любую сделать. Ну, давайте я возьму вот это вдохновение, пластина номер 16. Вот эти мне прикольно нравится отпечатывать. Вот эти полоски тоже кайфовые. Давайте вот, не знаю, может быть, вот такой вариант попробовать. Хотя этот мне самую больше нравится, конечно. Прикольно. Так, ладно, поехали. Хочу всем напомнить о том, что у нас есть лак для стемпинга номер 12. Серебряного цвета. Серебряного цвета. И как раз таки, вы знаете, вот на голубом фоне, ой, простите, не ту типсинку взяла. И как раз таки на голубом фоне очень прикольно будет отпечаток серебром. То есть оно не будет сильно бросаться в глаза, но тем не менее фон будет казаться сложнее, чем есть на самом деле. Так. Все, у меня тут готово вкусно. Где у меня штампик? Штампик есть. Лак для стемпинга. Сейчас я даже чуть-чуть перемешаю, чтобы пигментик, да, хорошенечко был в взвешенном состоянии. Так. Слушайте, ну, у меня прям все, раздвоение личности, потому что я, в принципе, делала и вот эти полосочки, и вот эти вот делала. Не знаю, вот такое, что ли, сделать. Прикольно будет. Нет, все, победил этот. Так. Убираем все лишнее. Вот я притормозила. Тут же со стемпингом сильно не забалуешь, да? То есть надо все делать четко, быстро, аккуратно. Так, легкий накат. Легкий накат есть. Так, мне вот это ничего не надо. Уберу на пальчик. И вот это мне тоже ничего не надо. Дисперсионный слой я не вытирала у покрытия, поэтому я думаю, что у меня все шикарно отпечатается, даже несмотря на то, что я немножечко завошкалась. И я не буду на весь ноготь, я вот так. Оп. Видно? Вот он, прикольно. Просто по топам оно будет выглядеть сложнее, чем есть на самом деле. Так, и, и, и... Тут чуть-чуть вот. Так, и все. В принципе, пока готово. Теперь мы определимся, какой слайдер мы прикрепим, да? Так, спасибо, буду пробовать. Скажите, пожалуйста, неоновые оттенки любим топом можно покрывать или есть нюансы. Так. Надежда еще раз спрашивает. Скажите, пожалуйста, неоновые оттенки любым топом можно покрыть или есть... А, все, я поняла, в чем дело, короче. Часто бывает, что неоновые гирлаки, неоновые краски и так далее, когда закрываешь топом, они нестабильны, появляются пятна на поверхности. Но вы знаете, как бы мы покрываем слайдер топом, а потом любым топом на вашем усмотрении. То есть вот слайдер топ, он хорошо вот это нивелирует пятна. И даже если они есть, они потом стабилизируются и в течение часа-двух они полностью исчезают. И покрытие остается чистым и ровным, без всяких затемнений и пятен. Так, а мы продолжаем. Значит, нам нужно теперь определиться, какую картинку мы хотим прикрепить. Слушайте, ну мне нравятся вот эти веточки, они как капельки. Видите, вот эти золотистые, кайфовые. Мы можем прикрепить какой-нибудь цветочек, а веточку просто рядом положить. И тоже будет забавно смотреться. Ну, либо не умничать, просто какой-нибудь букетик посередине. Ну, вот так, например. Нет, что-то мне не очень нравится. Бледненькие не хочется. Ну, давайте вот эту розочку, наверное. Сейчас мы даже сделаем какой-нибудь, знаете, целый конструктор соберем. Так, возьму вот эту ветку с маленькой розочкой. Ну, у нас же всегда так, все лучше и сразу. Много-много, чтобы глаз радовало. Да? Так, вот эту розу возьму. Так, и давайте какую-нибудь еще одну маленькую, небольшую розочку. Но это будет для того, чтобы если вдруг у нас сейчас между двумя образуется какая-то дырка, мы ее сможем залатать. Так, ну и для дорого-богата, конечно же, ветка с золотом сейчас. Так, ну все, хватит. А то весь прямой эфир что-то режу, сижу. Так, дизайн-конструктор, да? Итак, прикреплять слайдеры будем на что? Ну, конечно же, на слайдер-топ. Если слайдер-топа нет, то тогда база, да? На базу можно слайдер-топ. Все, у нас лак для стемпинга, конечно же, высох. Вот этот серебряное такое переливание прикольное получается. Камера, наверное, не до конца передает. Так, а этот пока мы вот смотрите, в сочетании с черным цветом можно и персик, да? можно и в синем цвете сделать. Прикольно получается. Нравится мне. На одном пальчике запросто, да, можно сделать. Все, слайдер-топ у нас есть. Теперь собираем рисунок, да, из всех картинок, которые я тут себе нарезала. Так, ну что, давайте основную большую розу прицепим, а там дальше посмотрим. Так, вот она у меня большая розочка. Или сначала мы выведем небольшую, как вы, как вы думаете. Так, у меня тут маленькая идея возникла. Сейчас, секунду. Все-таки вот так я разверну сейчас. Скорее всего, я ее вертормашками прилепила. Ну, ничего страшного. Сейчас все замаскируем, и никто, ничего, а почему бы, а почему бы и нет? А пусть будет так. Я не взяла с собой пинцет, а сейчас я попробую, знаете, как сделать с помощью подушечки для стемпинга, да, поставить туда, куда надо. Сейчас, секунду. Пытаюсь исправиться на ходу. Оп. Ага, вот видите, она взяла, вот, как бы, на подушечку, да, видно, вот она картинка. И теперь я попробую вот сюда. Так, отлично. Теперь я попробую маленькую розочку. Вот сюда. Такой, знаете, целый букет будет. Ну, и вот эту веточку прям сильно она мне запала в душу. В любом случае, смотрится, знаете, как вот бижутерия, да, как вот украшение. Все. Вот так. О. Чуть-чуть бы поровнее. Эх. Ничего, сейчас подвинем. Вот так. Все. Теперь, естественно, все это мы дело просушиваем. Пока мы просушиваем. Так, скажите, пожалуйста, так, про неоновые сказала. Большое спасибо. Это для меня открытие. Пожалуйста. Я копирую все, что вы делаете. Надежда нам пишет. Спасибо вам большое. Вот. На самом деле, как бы, политика такая, понимаете, вот, у компаний всегда, когда выходят новые материалы, всегда хочется сразу помочь, подсказать, куда это все использовать. Не знаю, просто я сама, когда вот начинала, была мастером, столько всего. Зайдешь в этот магазин, да, и жалеешь о том, что ты с собой карту взял. Слава богу, не кредитную. Вообще, ходишь-ходишь, покупаешь и то, и это, и пятое, и десятое. На первой полочке какие-то блестки красивые лежат, и вот на той верхней вообще какие-то незабываемые. Ты начинаешь это все накупать, а когда потом приходишь домой и начинаешь работать или в кабинет, не знаешь, куда это притулить. Вот, и поэтому как бы мне очень нравится, я всегда об этом говорю, когда вышел новый материал, можно запросто посмотреть кучу всяких мастер-классов, пройти, вот я же говорю, даже вот этот дайджест купить за 350 рублей, это вообще в наше время как три копейки звучит. Вот, и там куча всяких разных вариантов, куча всяких таких вдохновений на страницах, да, фотографии все эти с ноготочками и так далее. И сразу, кстати, можно дать полистать клиенту. Единственное, единственное, что, например, если сейчас вот дать полистать клиенту, то некоторые шармиконы и слайдеры еще, ну, как бы не дошли, еще не вышли, еще вышли, но не все. Вот, и как бы что-нибудь выбери, там, например, такого, например, материала у нас нет еще пока в наличии, да, ну, может быть и такое. Но хотя с другой стороны, лето впереди, все это дело, конечно же, все это выйдет, все это будет красиво. Знаете, вот смотрите, вот такой вот вариант красиво смотрится, ну, такой с усложненным фоном, скажем так, с градиентом. Понятно, только один палец, да, ну, один, ну, полтора максимум. Если кому-то не нравится, девчат, это же, как бы, на вкус и цвет товарища нет. И вы бы, может быть, никогда бы себе в жизни бы не сделали, а клиенту бы было бы прикольно. Но в любом случае объяснить на словах, что вы хотите сделать, очень сложно. Хорошо бы какой-нибудь вариантик сделать и на планшеточку прикрепить. Ну, а я тем временем покрыла ультрабондом. Почему ультрабондом? Потому что все прекрасно понимают, что слайдеры не имеют достаточно липкости, это пленка. И чтобы было хорошее сцепление с топом, мы с вами нанесли ультрабонд. Ультрабонд высох на воздухе и после этого мы закрываем финишным покрытием. Любым, которым вы работаете. Я сейчас закрою ультрашайным. Но, знаете, вот эти вот капельки золотые, конечно, под ультрашайным они очень будут классно блестеть, но можно, например, перекрыть ноготь матовым топом, а потом именно на эти лепесточки золотые просто поставить капельки глянцевого топа. И на всей матовой поверхности будет прикольно выделяться ветка. Ну, я покрыла глянцем, потому что пусть будет праздник на всей поверхности, а не только на веточке. Она все равно очень хорошо видна. Дизайн плоскостной. Хотя можно, в принципе, и снять излишечки вот с этой веточки, то есть как бы хуже абсолютно не будет. Так, мы с вами просушиваем и возвращаю на экран типсики. Сейчас я сюда еще прикреплю, которые мы сделали. Прикольно, слушайте, мне очень нравится в голубом цвете, кайфово смотрится. Или просто то, что уже, знаете, примелькалось перед глазами, персиковый вариант. То есть это можно делать с любым цветом. Девчат, а сберете основной цвет какой-то, да, голубой, например, или сиреневый. Два других цвета, это черный и белый. Все, беспроигрышный вариант. И хорошо бы там куда-нибудь еще какие-нибудь блесточки, да, вставить. Ну вот, кстати, у меня на персиковом видно блесточки, а здесь вот немножко потерялись. Ну, потерялись и потерялись, ничего страшного. Ну, в любом случае, чтобы перерасхода просто не было. Вот, на одном пальчике можно как бы это все дело сотворить. Так, ну а мы тем временем прикрепляем. Слушайте, мне нравится вот это сочетание цветов. Вот, не знаю, почему как-то вот раньше как-то никогда не обращала на это сочетание цветов. Внимание! Смотрите, как прикольно смотрится. Именно персик с голубым, да? Так, ну что? Ну, офигенно прям получилось. Спасибо вам большое. Очень красиво. Так, ага. Ксюша написала. Спасибо большое. Такой прям букет и на один ноготочек прям суперски выглядит. Ну, на самом деле, я же говорю, все лучшее сразу, да? Это по-ростовски, девчат. Можно ограничиться одним цветочком. Ну, вот в Ростове-на-Дону все лучше и сразу. Это очень здорово с вашей компанией. Мне намного легче стало работать. Так, классный дизайн. Девчат, спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание. Встречаемся в следующий четверг в 2 часа дня ВКонтакте и будем продолжать делать дизайны, которые вам помогут в работе. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо за уделенное время. Всем удачи, весны, красоты, здоровья и побольше денежных клиентов. Спасибо.